Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. К началу Второй мировой войны из всех европейских стран только Италия имела самый богатый военный опыт. Захватнические войны она начала еще в конце 19 века в Восточной Африке, а в первые годы 20 века возобновила свои колониальные претензии, которые каждый раз приводили к всплеску разработок и выпуску новой военной автомобильной техники. Уже во время Итало-Турецкой или Триполитанской войны в 1911-1912 году против турецких войск в Северной Африке, когда автомобильная индустрия еще находилась в зачаточном состоянии, Италия смогла посадить своих солдат на легковые и грузовые машины, которые теперь считаются одними из первых в мире военных автомобилей. Среди них был и легендарный известный полуторатонный «Фиат», который со временем превратился в первый советский грузовик АМО-Ф-15. Первая мировая война подхлестнула создание армейской техники, в основном грузовиков, тягачей и бронеавтомобилей. А с приходом к власти фашистского режима во главе с Бенитто Муссолини в 1922 году страна вновь вошла в череду колониальных захватов и локальных войн. Во времена, когда Западная Европа только что отошла от великого кризиса и не помышляла о грядущей войне, Италия первой начала активную милитаризацию экономики и тонизировала свою промышленность крупными заказами на новые образцы военной автомобильной техники. Они нашли применение в Итало-Эфиопской войне в 1935-1936 годах и в Гражданской войне в Испании с 1936 по 1939, где итальянцы сражались на стороне генерала Франко. Ярые милитаристские и захватческие наклонности диктатора Муссолини привели к созданию коалиции с дружественным нацистским режимом Германии. В ноябре 1937 года Италия присоединилась к антикоминтерномскому пакту, а в мае 1939 вошла в германо-итальянский военно-политический блок. Следуя по проторенному пути своего нового союзника, весной 1939 года Италия оккупировала Албанию, летом 1940 года ввела войска в южные районы Франции, в октябре вторглась в Грецию, начала боевые действия в Восточной Африке, и совместно с вермахтом проводила затяжную северо-африканскую кампанию против британских войск. Во Вторую мировую войну Италия вступила 10 июня 1940 года, что стоило ей самых больших неприятностей. Казалось бы, итальянская военная автомобильная промышленность, натренированная опытом многочисленных мелких войн, должна была стать одной из наиболее мощных в Европе. В реальности дела обстояли совсем иначе. Страна с невысоким уровнем благосостояния и индустриализации имела с десяток фирм средней руки, которые выпускали автомобили в несколько раз меньше, чем более развитые Германия, Франция и Великобритания. В 1930 году в Италии было собрано всего лишь 46 400 автомобилей всех видов, в основном легковых. И даже последовавшая затем милитаризация почти не повлияла на общий рост их производства. В 1938 году она выпустила 69 100 машин. По данным военного ведомства, в последнем мирном для Италии 1939 году на вооружении состояло всего лишь 34 600 автотранспортных средств, рассеянных по нескольким театрам военных действий, в том числе 27 187 автомобилей всех видов и 5 135 тягачей различного рода и назначения. За последующие пять лет на итальянских предприятиях было собрано 83 тысячи всех видов военной, автомобильной и тракторной техники. То есть намного меньше, чем в то же время изготавляла фашистская Германия. Ранее начатые войны предоставили итальянским фирмам серьезный приоритет перед другими автомобильными изготовителями в сфере разработки, выпуска армейских машин и их проверки в реальных боевых действиях. Влияние германской военной автотехники в Италии ощущались лишь косвенно. При проектировании своих армейских машин итальянские конструкторы руководствовались общими с Германией магистральными направлениями развития, но всегда преломляли их к своим условиям эксплуатации и производственным возможностям. Так еще в 1932 году итальянское военное ведомство по приказу Массолини разработало программу унификации военных автомобилей Autocrata Unificato, подобно немецкой системе стандартизации Einheinz. Однако она касалась лишь нормирования базовых параметров грузовых машин только двух классов грузоподъемности. Большинство своей военной автотехники итальянские фирмы разрабатывали и выпускали самостоятельно, используя лишь официально приобретенные зарубежные лицензии на наиболее сложные агрегаты. Прежде всего на редкие в то время дизельные двигатели. Все армейские машины эксплуатации в умеренном европейском климате имели в маркировке дополнительную букву М – Military. А так называемые колониальные исполнения для работы в жарких и пустынных африканских странах носили индекс Ч – колониали. В легких итальянских штабных машинах чувствовалось влияние скоростных льковых автомобилей со свойственными им легкомысленностью и внешней привлекательностью. Но с основными армейскими грузовиками и тягачами дело обстояло совсем по-другому. Их конструкцию предопределяли прежде всего весьма суровые условия эксплуатации итальянской военной автотехники. Крутые и узкие горные дороги, жаркий климат с высокой степенью влажности и сильной запыленностью воздуха. Для этой цели годились только достаточно компактные двухосные автомобили с мощными силовыми агрегатами, многоступенчатыми трансмиссиями, надежными системами управления и торможения. Их применение в африканских пустынях привело к необходимости создания полноприводных машин с усиленными системами охлаждения, уплотнениями и различными фильтрами, вместительными емкостями для топлива и воды. Эксплуатация в горных и песчаных условиях стала причиной появления характерных для Италии специальных транспортных средств, повышенной живучести со всеми ведущими и управляемыми колесами, с индивидуальным приводом каждого колеса, на независимой подвеске или шарнирно-сочлененной рамой, гарантировавших постоянное и надежное сцепление всех колес с дорожным полотном. Наряду с явными достоинствами машины этой концепции были слишком сложными и переутяжеленными, поэтому в начале 40-х годов в Италии наметился переход на более простые полноприводные автомобили с передними управляемыми колесами и классическими ведущими мостами, с новыми шарнирами равных угловых скоростей. Для особой компактности и обеспечения хорошей обзорности на грузовиках преобладала бескапотная компоновка агрегатов с кабиной над двигателем и традиционным по тем временам правым расположением органов управления. Нехватка автомобильных средств привела к повсеместному использованию прицепов, оборудованных тормозной системой с приводом от тягача, а требования экономичности раньше всех способствовали широкому применению дизельных военных машин. Так в Италии было создано достаточно обширное самобытное поколение оригинальных армейских автомобилей, не похожих на продукцию других стран мира. Правда, надежность и качество этих слишком тяжелых машин оставляли желать лучшего. Выпуском военной автотехники занимались все итальянские автомобильные компании во главе с крупнейшим в стране концерном Fiat. Легковые и грузовые машины изготовляли как известные до сих пор фирмы Alfa Romeo, Lancia, так и давно забытые Bianchi, Изотто, Фраскини, Об, Спа и Чайрано. На производстве более сложной армейской техники специализировались автомобильные и военно-промышленные компании Ом, Спа, Бреда, Повези. Фирма Ansaldo собирала бронированные корпуса для бронеавтомобилей, а Viberty – различные кузова и кабины. История доказала, что Вторая мировая война Италии была противопоказана. Мизерные объемы производства автобронетехники только для собственных нужд и военные конфликты местного значения не могли привести страну к победным итогам крупномасштабных сражений. К концу 41-го года Италия потерпела поражение на всех фронтах, но самое тяжелое испытание было впереди. Уже в июле 41-го года она отправила на Восточный фронт свой экспедиционный корпус, преобразованный затем в 8-ю армию. Русская кампания итальянцев завершилась полным разгромом под Сталинградом, когда они потеряли десятки тысяч солдат и 19 тысяч единиц боевой техники, не приспособленной к жестоким русским морозам, непроходимой грязи, снежным заносам и мощи советского оружия. С этого момента воинственный пыл фашистской Италии быстро пошел на спад, а высадка англо-американских войск в Южной Италии привела к падению режима Муссолини и капитуляции страны 3 сентября 43-го года. Вскоре Италия была разделена на две части – освобожденную Южную и Марионеточную Северную, так называемую Республику Сало, находившуюся под контролем Германии. В этой профашистской зоне осталась вся автомобильная промышленность, которая продолжала выпускать технику для немецких вооруженных сил, а сохранившиеся от распущенной итальянской армии автомобили были введены в состав вермахта. К этому времени относится появление более надежных итальянских грузовиков классической конструкции и углубление кооперации с Германией, которая на практике свелась к поставкам в Италию немецких эрзацкабин и предоставлению лицензии на сборку полугусеничных тягачей. В 43-44 годах бомбардировками союзнических сил были повреждены некоторые предприятия итальянских изготовителей вооружения и автотехники. Выпуск большинства машин стал носить нерегулярный характер. Но формально северно-итальянские заводы продолжали обслуживать вермахт вплоть до апреля 1945 года. Только в мае Италия была очищена от немецко-фашистских войск и начала мирное восстановление страны. Главными итальянскими достижениями мирного значения военно-автомобильной области считаются серийное производство вездеходов со всеми ведущими и управляемыми колесами с индивидуальным приводом, создание специальных легких полноприводных средств с шарнирно-сочлененной рамой и первых в мире быстроходных боевых машин быстрого реагирования, а также достаточно высокий уровень дизелизации военного автопарка. Продолжение следует...